Старший научный сотрудник Госуниверситета Андрей Щербак с гордостью демонстрирует изобретение самарских ученых. Многокональный регистратор температур. Сами изобретатели еще называют его космический градусник. Он предназначен для орбитальной лаборатории. Собственно говоря, градусник это вот это вот, ну, это КДКНА, тоже мы его назовем хвостик. Здесь датчики температуры, собственно говоря, которые будут установлены в открытом космическом пространстве в контейнере научной аппаратуры. Космический градусник это система постоянного и точного контроля температурного режима в определенных точках контейнеров с биологическими объектами. Биообъекты, которые находятся в условиях открытого космического пространства, их необходимо определять температуру, при которой поддерживается их жизнь и обеспечение. И вот, собственно говоря, такая научная аппаратура, она показывает точные, так скажем, значения температуры при полете. Работа над созданием многоканального регистратора температур началась почти 10 лет назад. Гособоронзаказ поступил для научных исследований, медиков и биологов. Им было необходимо знать, при какой температуре в открытом космосе находятся исследуемые биообъекты. Аналогичный космический градусник был установлен на спутнике Бион-М номер один. Теперь его усовершенствовали. Аналогов ни в России, ни в мире такому градуснику на данный момент не существует. Уникальность этой аппаратуры в том, что она измеряет ее все время, независимо от того, работает, так сказать, электропитание основного космического аппарата или нет. То есть она имеет автономный источник питания и все, что происходит, все она фиксирует. Вот это вот ее главная особенность еще. Интервал замеров температуры задают сами ученые. Например, раз в 10 секунд или раз в минуту. Когда вернется на Землю, мы подключим этот блок к компьютеру, и он нам выдаст всю информацию, которая накопилась за время космического полета. В настоящее время аппаратура прошла цикл наземных испытаний и готова к отправке для окончательной сборки в составе космического аппарата Бион-2. В космос на месяц отправятся мыши, мухи, дрозофилы, грибы, бактерии, клеточные ткани. Полет должен пройти на высокоширотной орбите высотой около 400 километров. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.